Социально-экономическое благополучие республики складывается из успехов районов и городов. Как работали в прошлом году, какой задел на год нынешний, сейчас обсуждают на совещаниях, проводимых во всех муниципалитетах. Основные показатели в районе достигнуты и по строительству жилья, и по росту заработной платы бюджетникам, и по обеспечению дошкольников местами в детских садах, и по доступности медицинской помощи. Не выполнены планы в сельском хозяйстве. Летом и осенью погода вновь дала понять. Мы находимся в зоне рискованного земледелия. Но есть примеры яркие по отдельным сельхозяйственным организациям, по отдельным крестьянско-фермерским хозяйствам. Несмотря на эти погодные условия, добились хороших, достойных результатов. Вот как раз нам надо меняться. Это прежде всего я обращаю внимание руководителей сельхозяйственных организаций, ибо надо финансово-хозяйственную деятельность ввести с прибылью. Государство сегодня не диктует, соответственно, что производить, как надо ввести сельхозпроизводство. Государство создает правила игры. Через субсидирование по разным направлениям, через оказываемую государственную поддержку. Глава Чуваши отметил и демографическую проблему на фоне общереспубликанского роста населения в Шимуршинском районе зарегистрирована естественная убыль. Высокая остается смертность от травм и отравлений суррогатным алкоголем. Михаил Игнатьев напомнил, это личная ответственность каждого перед собственными детьми, родными, обществом. На совещании обсудили и меры поддержки предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей, и вопросы кредитования и выполнения социальных программ. Кроме того, жителей Шимушинского района интересовало, когда у них начнет показывать национальное телевидение Чуваши. Михаил Игнатьев сообщил, что в планах значится расширение вещания на всей территории республики. По каналам телевидения это самая такая эффективная связь, во-первых, зрительно, да, и вслух все это воспринимаете. И тем самым, конечно, вы в какой-то степени здесь ущемлены. Поэтому мы здесь, органы власти, будем создавать для вас равные условия на русском и на чувашском языке. Также глава Чуваши и члены кабинета министров побывали в Шимушинской районной больнице и на строительстве дома ветеранов.